Сегодняшний день, 26 января, был богатый на события, но обо всем по порядку. Примерно в 11 часов 45 минут поступала инфа, что зафиксирован взлет Мига-31К с аэродрома Моздок. Через небольшой промежуток времени пришла обновленная информация по Мигу-31, нам сообщили, что он маневрирует в районе военного аэродрома Моздок. Скорее всего, это тренировочно-учебный вылет. И, скорее всего, сигнал воздушной тревоги объявлен не будет. 13 часов 28 минут. В Одессе звучит воздушная тревога. Как вы думаете, кто виновник воздушной тревоги? Конечно же, это два Мига-31, которые взлетели с аэродрома Саваслейка и летят в сторону акватории Черного моря. Также ожидается, что сегодня с 12 часов до 23, возможно, будут тренировочные полеты этих самолетов. До этого поступила информация, что в Одесской области, в местечке Надлиманском, утонул мужчина во время подледной рыбной ловли. Он провалился под лед и не смог выбраться. Он утонул на глубине 2 метра. Конечно же, мы приносим соболезнования родным и близким. Но какая смерть утонуть во время войны, во время рыбалки? 14 часов 25 минут. Поступает оповещение. Отбой воздушной тревоги по Мигам. Миги Мигом идут на посадку. В Одессе украли 2 миллиона гривен на ремонте школы на улице Тенистой. Подрядчик завысил стоимость работ на указанную сумму. Ну, как говорится, кому война, а кому и мать родна. В начало четвертого дня приходит инфа, что в Одесскую область, в Болградский район, в Тарутинскую громаду с визитом приехала руководитель партии «Бьют» Юлия Владимировна Тимошенко. Ближе к пяти вечера поступает инфа, что вчера в Одесском спортивном зале фитнес-клубе «Доминанта» на маршала Говорова от остановки сердца до приезда медиков скончался 53-летний гражданин Марокко. Он хотел сделать еще один подход, но сердце не вытянуло, и он умер. Ужас, конечно, пойти в спортзал за здоровьем и умереть. Искренние соболезнования родным и близким. И вот буквально только что в некоторых соцсетях стала распространяться информация. Я не знаю, насколько она правдива или так чья-то фантазия. В ней говорится, что завтра в 5 утра ожидается обстрел Киева и Харькова. Ребята, что я могу сказать по этому? Если будет тревога, лучше всего, конечно, идти в укрытие. В крайнем случае находиться на расстоянии двух стен от фасадных окон. Вот такие новости у нас в Одессе и в Украине. Моим дорогим соотечественникам и землякам мирного неба. Всего самого наилучшего. Берегите себя, дорогие мои. И даст Бог. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok